Система фракций – это живой организм, состоящий из клеток всех вас. И развивается он только при условии, что каждый из вас найдет в нем свое место. Будущее принадлежит тому, кто знает, где ему предназначено быть. Методы достижения целей в трансерфинге лежат за пределами здравого смысла и обыденных представлений. Из всех известных, нетрадиционных методов ближе всех к трансерфингу стоит визуализация желаемой цели. Данный метод заключается в том, чтобы представить себе желаемое как можно подробнее во всех деталях и носить этот образ у себя в голове. Обыденное мировоззрение рассматривает визуализацию, как лишенную смысла трату времени. Действительно, дорогу осилит идущий, а не тот, кто грезит. Но как бы там ни было, мысленное представление цели имеет такое же решающее значение, как собственно процесс достижения этой цели. И вы уже знаете почему. Просто идущий достигнет средних результатов и будет жить как все, внося свою лепту в торжество здравого смысла. Странник, имеющий в своем багаже методы трансерфинга, может добиться результатов, которые здравый смысл пытается уложить в понятия типа «везение», «случайность», «избранник судьбы». В трансерфинге, с точки зрения здравого смысла, все перевернуто с ног на голову. Впрочем, то же самое можно сказать о здравом смысле с позиции трансерфинга. Если вы не желаете жить как все, если вы не хотите довольствоваться средненькими достижениями, если вы стремитесь в этой своей жизни получить все по полной программе, тогда вы странник. Странник трансерфинга не является избранником судьбы. Это она его избранница. Вы добьетесь всего, чего хотите, если вам удастся поколебать монолит своего здравого смысла. Это вовсе не означает улететь в облака, а наоборот, спуститься на землю, потому что общепринятый здравый смысл на самом деле таковым не является. В этом вы уже убедились не раз, а вскоре вам откроется еще много необычных вещей. Нам предстоит разобраться, почему визуализация поставленной цели не всегда приносит результаты. Даже активные приверженцы эзотерики и нетрадиционной психологии не могут на нее полностью полагаться. Существуют как простые, так и достаточно сложные техники визуализации. Работают они с переменным успехом. Что-то получается, что-то нет. Меня лично такое качество не устраивает. Вас, наверное, тоже, поэтому спешу вас успокоить. В транссерфинге визуализация – это не совсем то, что обычно под этим понимается. Но визуализация по правилам транссерфинга действительно работает с гарантией надежности. Известные виды визуализации можно подразделить на три группы. Первая группа – мечты. С практической точки зрения, это наиболее слабый и ненадежный вид визуализации. Мечтать не вредно, но практически бесполезно. Мечты не сбываются. Фантазеры, как правило, всерьез не претендуют на осуществление своей мечты. Им только кажется, что они очень хотят, чтобы она сбылась. Но в глубине души они либо не верят, что мечта может сбыться, либо не имеют намерения иметь и действовать. Мечтатели смотрят на свои мечты, как на далекие звезды. Когда им намекают о воздушных замках, они захлопывают свои раковины, как кустрицы. Не трогайте мою мечту. Если четко определить цель мечтателей, то это сам процесс мечтания. И не более того. Вторая группа – это кино. Я имею в виду не кинематограф, а фильм в мыслях о своем желании. Прокрутка фильма в голове осуществляется намеренно. В этом состоит отличие от мечтания. Есть намерение иметь и действовать. И одно из действий – это визуализация исполнения желания в виде просмотра киноленты. Как это происходит? Например, вы хотите иметь дом и представляете себе его и так, и этак, во всех деталях. То есть, по всем правилам. Вы имеете в голове совершенно ясную картину или почти ясную, как он выглядит. И каждый день постоянно носите в мыслях этот образ. Допустим, вы блестяще справились с этой задачей. Казалось бы, желание должно исполниться. Угадайте, что вы получите. А вот что. Непременно увидите этот дом. Почти или совсем такой, как его представляли. Но вам он не достанется. Это будет чужой дом на улице или в кино. Потому что получаете то, что заказываете. Ведь вы так честно трудились над визуализацией дома, но при этом никак не объясняли официанту, что дом ваш. Поэтому он просто в точности выполнил этот заказ. Вы так увлеклись качеством процесса визуализации, как вас учили в книгах, что забыли о самом главном. Кто владелец этого дома? В этом состоит основная ошибка тех, кто занимается такой визуализацией. Фильм так и останется фильмом. Вы никогда не станете его участником. Вы же глазеете на него, как нищий на витрины. Третья группа. Вы не смотрите кино, как зритель, а мысленно играете в нем. Это уже гораздо эффективней. Играя в свой образ, вы настраиваете параметры своего излучения на соответствующей линии жизни. Например, ваша цель иметь новый дом. Не надо смотреть на него в мыслях, как на картину. Создайте себе своего рода виртуальный сон наяву. Зайдите в дом. Пройдитесь по комнатам. Потрогайте все вещи вокруг себя. Развалитесь в кресле напротив камина. Почувствуйте уютное тепло и запах дыма. Подбросьте дров. Пройдите на кухню. Загляните в холодильник. Что там лежит? Уложите себя спать в удобной кроватке. Вам комфортно? Сядьте за стол в кругу своей семьи. Отпразднуйте новоселье. Передвиньте мебель. Потрогайте руками травку во дворе. Она зеленая и мягкая. Посадите цветы. Какие вы любите? Сорвите яблоко с яблами. И съешьте. Почувствуйте себя дома. Ведь это ваш дом. Не смотрите на него глазами страждущего мечтателя. С благоговением. Как на нечто недосягаемое. Или как на отдаленную перспективу. Вы уже имеете дом. Притворитесь, что это реально. Как вы понимаете, данная визуализация представляет собой слайд. Такой слайд расширит зону вашего комфорта. И со временем обязательно реализуется. Но когда это произойдет, неизвестно. Возможно, вам придется ждать долго. Все зависит от того, как вы работаете с этим слайдом. Если немного поиграли и бросили, вам рассчитывать не на что. Чудес на самом деле не бывает. Работая со слайдом, необходимо помнить о следующем. Во-первых, если вы охладели к своей цели, он растворится. И вам придется заставлять себя с ним работать. Что очень скоро надоест. Тогда стоит подумать, а нужен ли вам этот слайд на самом деле? Во-вторых, необходимо помнить, что внешнее намерение реализует слайд далеко не сразу. Постепенно приближая вас к целевым линиям жизни, требуется спокойное терпение и настойчивость. Настойчивость необходима только на начальном этапе. Потом визуализация слайда войдет в привычку, и вам не придется себя заставлять. Ну и, наконец, если цель не является вашей, а навязана маятниками, вам не удастся достичь единства души и разума. Если же вы всей душой стремитесь к цели, визуализация слайда обязательно принесет результаты. Когда у вас будет подлинная решимость иметь, внешнее намерение найдет способ реализовать вашу цель. Если вы подумали, что слайд – это и есть метод визуализации в трансерфинге, то вы ошиблись. Даже слайд самого высокого качества может потребовать длительное время для реализации, особенно если цель лежит в достаточно отдаленном от вас секторе пространства вариантов. Процесс достижения цели можно ускорить при помощи визуализации трансерфинга. Что это такое – вы узнаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова